еще одну вещь сегодня хочу вам показать вы же знаете что все первое эксклюзивное все для вас сразу же так вот вы знаете еще что я очень серьезно отношусь к числам магия чисел меня просто иногда завораживает и вот я сходила вчера в теска супермаркет свой замечательный и купила вот видите 5 июня и здесь у нас 5 июня две совершенно разные упаковки вот это как вы видите херин херин это селедочку я купила для себя и посмотрите цена 208 цена за килограмм 368 все фунтах вот обращаю ваше внимание и когда я решила купить еще для себя и угарь угарь в желатине в желе это тоже очень популярная еда так вот почему я вам это показываю посмотрите на цену здесь здесь цена за килограмм 850 совершенно другая и не взирая на это мне взвесили 208 здесь и 208 здесь в итоге вот видите угарь в желатине даже нашла для вас картинку кто не знает кто такой угарь и как он выглядит я решила что это знак какой-то но раз это знак значит я вам покажу сейчас то что возможно давно надо было показать но то что я вам ни разу и не показывала а в частности вот этот вот угарь в желатине вот в таких упаковочках он это просто здесь пластиковая миска в которой они это упаковывают и вот так смотрится этот угарь рыбка в желатине а вот вы знаете он кстати приготовлен очень неплохо довольно вкусно и желатин у него хороший прозрачный и вот вот такие вот беленькие кусочки маленькие видите да что еще интересно что этот угарь пойди найди в сыром виде чтобы самой сделать это нереально а вот однако же вот такой вот он у них продается уже готовый его даже не надо ничем украшать просто выложил на тарелочку и красота как вы уже увидели цену за килограмм не дешево 850 дороже свининки но это считается английский деликатес очень долго я все выбирала какие же английские блюда я могу вам показать так вот это как раз угарь в желе является таким английским блюдом специфическим ну а так как здесь у меня еще и селедка попала в эту магию чисел значит я вам сейчас и покажу наверное меня опять возвращают к тому что я должна показать вам как я солю и как я чищу эту селедку я вы знаете селедку покупаю свежую я ее потом сама солю просто а целиком вот видите она у меня целая такая вот я ее посолила продержала двое суток и сейчас она уже готова я хочу вам знаете что показать я уже показывала друзья но еще раз хочу показать потому что у нас конечно же никогда не учили как правильно чистить селедку и я уверена что многие не знают как быстро и правильно почистить эту селедку без всяких проблем и затруднений и я сейчас вам покажу как это делается очень быстро надеюсь что вам видно друзья вот смотрите что мы делаем первым делом отрезаем голову и хвостик дальше мы вскрываем конечно же животик вытаскиваем все внутренности таким образом и вот эти вот края мы тоже обрезаем они нам не нужны они практически несъедобные твердые с большим количеством косточек обрезаем и дальше мы должны вот здесь надрезать вот так вот шкурку вдоль по позвоночнику видите и теперь смотрите что происходит я беру за краюшек и я просто как чулок снимаю вот эту шкуру шкуру она снимается вся полностью и очень легко вторую сторону чтобы снять нужно удалить вот этот плавник здесь чтобы он не зацеплялся и таким же образом я беру опять за краешек и снимаю чулком всю вот эту шкуру видите как легко теперь я пальчиками аккуратненько вот здесь поэтому надрезу я отделяю от позвоночника один кусочек очень легко он отделяется ну вот и можно еще и вот эти вот все конечно убрать ребрышки которые тут торчат вы видите да но их тут практически уже нет они остались все на позвоночнике как вы видите вот у нас получилось филейка такая и точно так же им я поступаю со вторым я просто аккуратно немножко слегка нажимая на позвоночник я провожу пальцем и он здесь легко снимается и удаляется также со всеми костями видите как быстро без всяких проблем я почистила селедочку вот так если кто-то не увидел у меня селедочки две поэтому я сейчас вам покажу как я почищу и вторую селедочку точно таким же образом друзья вот смотрите сегодня у нас бесплатный курс для молодых хозяюшек вот опять смотрите отрезаем голову и хвостик надрезаем здесь животик вытаскиваем все внутренности отрезаем вот эти вот ненужные нам брюшинку здесь по хребту надрезаем шкурку и очень аккуратно и быстро просто чулком снимаю опять вот эту шкурку видите как все легко и просто просто друзья все гениальное и вы знаете вот я например никогда не училась и не знала как действительно легко и просто почистить селедочку например когда мы готовим селедочку под шубой вот видите опять филейка у меня чистое целенькое и когда нужна нам селедочка да и просто красиво уложить положить на тарелочку на селедочницу чтобы люди сами не пачкали руки не возились с каждым кусочком вот так вот мы чистим эту селедочку ну и теперь последнее что нам осталось это просто красиво порезать эту селедку и уложить на тарелочку что я сейчас и сделаю я порезала очень красиво вот здесь это все до конца очищу чтоб уже все у нас было красиво вот друзья небольшой мастер-класс потом посмотрите какая у меня нежная селедка она здесь даже распадается но это неплохо это говорит о том что селедочка очень очень нежная и вы ее укладываете на тарелочку так как вам нравится я это сделаю попозже главное то что вы поняли надеюсь что вам это пригодится я помню когда меня научила этому моя знакомая это было в общем то когда мне было уже наверное лет тридцать до этого я не знала и не умела селедку чистить ну чистила как попало знаете начинала счищать шкурку с целой селедки она у меня рвалась на кусочки это было очень трудно я этого терпеть не могла чистить селедку ну вот и потом у нас женщина сказала меня научила мама и сказала что вот так у нас раньше в деревне выбирали невесты те кто умели правильно почистить селедку те уже готовы были выходить замуж вот так друзья